Джо Байден, главный соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах президента, сообщил, кто станет вторым лицом государства в случае его победы. На должность лица главы Белого дома он предложил 55-летнюю Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии. Демократы в один голос заявили, что это идеальная кандидатура. На волне протестов против расизма, которая не стихает в Штатах, все последнее время многие хотели бы видеть на этом посту афроамериканку. Правда, в случае Харрис это не совсем так. Ее родители родом из Индии и Ямайки. Политика известна своей резкой позицией в отношении России. Она поддерживает версию демократов якобы о влиянии Москвы на выборы в США. По мнению Дональда Трампа, Харрис горит желанием повысить налоги и отменить вторую поправку, гарантирующую свободное ношение оружия, что совсем не популярно у сторонников республиканской партии.